Новый читальный зал открылся в Национальной академической библиотеке в честь писателя, лауреата Государственной премии Кожигали Мухаммед Калиулы. Известный писатель, занимающий особое место в казахской литературе, в своих произведениях в основном описывал жизнь страны 70-80-х годов. Это одно из многих проявлений уважения Национальной академической библиотеки по отношению к нашим писателям. Здесь теперь открываются кабинеты, посвященные казахской духовности, в том числе и в честь граждан, которые поднимали знамена литературы. Это не кабинеты с закрытыми дверьми. Здесь все действует по принципу музея. Читатели могут пройти и ознакомиться с принадлежностями и книгами известных авторов. Огромным вкладом автора в изучение истории является 25-летний исследовательский труд и книги о Сырымедатове, который начинал борьбу казахского народа с колониальным гнетом XVIII века. Среди выдающихся результатов его труда выделяются сборник Сырымда Тула, вышедший в 2004 году, и исторический роман Таркезен, вышедший в 2012 году. Бывало, что с утра до вечера он занимался книгой. После, идя на ужин, отрывал 3-4 страницы, которые писал до этого. Тогда я спросила, зачем ты оторвал страницы? Ты ведь потратил на это целый день. Он сказал, я написал неправду, я написал ложь. Я должен как можно лучше донести образ Сырымата до народа, чтобы молодежь будущего приняла его хорошо. Наряду с новым читальным залом в Национальной академической библиотеке продолжают работу залы, названные именами литературоведов и исследователей Абиша Кикельбаева, Дукинбая Дозжана, Турсенбека Какишева и Морзатая Жолдазбекова. В Карагандинском театре имени Станиславского представили нас у зрителей музыкальную сказку «Золотой осел на Средина». Это история о добре и дружбе, смекалке и находчивости, и, конечно же, победе добра над злом. В основу этой постановки легла пьеса дагестанского историка, писателя, поэта и драматурга Шапик Азиева. Неповторимый колорит восточного средневекового города с дворцами, базарами и хижинами создала художник-постановщик Зинаида Казаковская. «Было взято стихотворение Леонида Соловьева из книги «Повести Ахаджи на Средине» первая, это песенка «На Средине». В сцене, в смысле, что-то было дописано, доработано. В общем, такое было сборное творчество трёх людей. Автора пьесы, автора повести и автора спектакля. Над постановкой танцев работала Ирина Николаева. Этот спектакль пользуется успехом у маленьких зрителей не только в Караганде, но и в Санкт-Петербурге, Грозном, Махачкале, Астрахани-Чите, Уфе и в многих других городах постсоветского пространства. В стенах Государственного музея искусств имени Аблхана Костеева в Алматы открылась выставка «Номас» казахстанского художника-графика Батухана Баймена. В своих картинах автор указывает на взаимозависимость прошлого, настоящего и будущего сквозь призму кочевой культуры. Глубокий философский смысл подкреплён и особой техникой – линогравюрой, а в качестве холста использованы линолеум и многометровые отрезы ткани. Бумага есть бумага, это порвётся, рвётся или как-то вот. А ткань – это более прошлый материал. Ну, там тоже есть нюансы, трудности ткани тоже. Какие-то ошибки пропускаешь, придётся 5-метровую или 6-метровую ткань, надо выбросить. На выставке представлено свыше 70 работ, как новых, так и хорошо известных, среди которых восприятие, осмысление произведения Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, серия «Тюрки», «Сон Аблайханы» и многие другие. Уникальное творчество Батухана Баймена нашло своего ценителя не только на родине, но и за рубежом. Персональные выставки художника прошли в Узбекистане, Кыргызстане, на Кипре, в Турции и Германии. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 10 апреля в Павлодаре труппа театра драмы имени Чехова даст постановку «Дверь в смежную комнату». В семье труппа русского драматического театра имени Достоевского готовит к показу 10 апреля спектакль «Безымянная звезда». 11 апреля в Кустанайском театре имени Умарова пройдёт постановка «Кузжолы». Редактор субтитров А.Семкин